Привет, друзья! У нас тут уже зима, вовсю, плюс 6, уже холодно, я натянул шапку, работы нам сейчас предстоят на улице. Я буду заниматься балконом, а точнее, скорее навесом, потому что этот балкон, скорее всего, никогда не будет по назначению использоваться. А будет использоваться просто как защита от дождя и навес над дверью. В прошлых сериях, помимо того, что мы тут все строили, вставили двери, заливали веранду, есть отдельная серия, посвященная столбам из газобетона по моей собственной технологии. Сами столбы сверху выглядят вот таким вот образом. Несъемная палубка из газобетона, газобетон 75 мм. Я ставлю на клей-пену блоки, обматываю их скотчем, это я все подробно вам уже показывал, заливаю бетон и сразу вибрирую. После этого, тут же, не дожидаясь, пока что-то застынет, я ставлю следующий ряд, также обматываю скотчем и заливаю. И вот таким образом я заливаю за раз вот такой вот высокий столб. Столбы я заливал уже в прошлом году, поэтому они уже максимальную свою прочность набрали и все можно продолжать готовить дальше балкон. Сейчас конструктивно у меня балкон состоит от следующих элементов. У меня стоят балки, две скрученные балки 50 на 200, итого 100 на 200, 1 и 2. Сюда я буду ставить еще одну балку, она уже будет из трех пятидесяток, то есть 150 на 200. Эти балки у меня опираются на армопояс. Армопояс у меня тоже выполнен из несъемной опалубки и там внутри у меня залит бетон. Балки, сейчас попытаюсь вам показать, заходят глубоко-глубоко вовнутрь и практически они имеют толщину блока. Соответственно, блоки хорошенечко своим основанием лежат и опираются на армопояс. Сейчас моя задача это выровнять столбы. Столбы я залил с небольшим избытком там совсем чуть-чуть и вывел, видите, небольшие здесь напуски газоблока, несъемной этой опалубки. И теперь моя задача сейчас поставить лазерный нивелир, вот на такую длинную штангу я буду ставить, и под нижний венец вот эту вот штучку мне нужно срезать аккуратненько. Для того, чтобы когда балка сюда встанет, 200, чтобы здесь у меня был ровный уровень. И сразу бесплатный очень нужен совет самостройщикам. Если вы только начинаете строить дом или у вас он ничего в процессе стройки, то обязательно приобретите вот такую вот штангу. Это просто очень и очень удобнейшая штука. Она помогает работать как и в помещении, так и снаружи, потому что она не знаю какой высоты, но она реально высокая. И можно нивелир прям четенько, прям высоко-высоко располагать и по нужную отметку. И не приходится ничего городить, каких-то магнитики, какие-то палочки прибивать. Все очень просто, быстро и легко. Раз, выставляю его как мне надо, ручку опускаю. Если что, здесь есть еще точная подстройка, вот такая вот, видите, и она очень-очень точно помогает настроить луч. И все, теперь как только я замечаю, что у меня балка внизу светится, светится также нижнее опирание балки уже на стену. Все, вот моя линия. Впереди это все буду просто болгарочкой. Поставил диск алмазный и сейчас потихонечку начну. Слишком подрезал. Смотрите, что уровень показывает, видите? Вот он, подсвечивает везде бетон. Все светится, все отлично. Нужно лишь только придать ему плоскость. Сейчас я срежу вот эти вот лишние арматурки, которые выступают. Возьму, наверное, шлифмашинку и все это вот таким вот образом подровняю, чтобы здесь была абсолютно ровная плоскость. Вот, готово. Смотри, какая красота. Сейчас луч успокоится. Прям ровно-ровно, надеюсь, видно вам. Видите, расстояние везде одинаково. Поверхность получилась очень классной. И вот поверхность второго столба. Надеюсь, вам опять, как в первый раз, так же хорошо все видно. Все абсолютно в плоскости. Следующий этап нашей программы. Вроде как и простой этап, но на самом деле не очень. Почему? Потому что нужно сейчас выносить доски. А доски у меня вон там вот под хламом погребены. Края у досок, они неровные. Их нужно торцевать. Сразу, пока она тут удобно стоит, сейчас отрежу и размечу необходимую длину. Длину также сейчас померю. Буду мерить ее от белой вот этой вот крышечки, да, до такой же, только с той стороны. Какая-то супер ровность. Мне тут торцовки этой не нужна. Поэтому буду пилить это просто обычной такой вот пилой. Сейчас у брата ее пошел, взял. Так, отмечаю. И погнали пилить. А теперь будет непростое для меня занятие это. Сейчас я буду эти доски пытаться положить на свое законное место. Вроде пока получается что-то. Вот так. И... Ништяк. Первый получилось. Ну, думаю, сейчас остальные так же позакидываю. Лежишь. Лежи. Доски я поставил. Там я раскрутил саморез. То есть доски там не скручены между собой. И, что самое главное, они ровно лежат сейчас на бетоне. Здесь дело то же самое. Примерно я их по уровню вот так вот выставил, чтобы оно все было ровненько. И главное, чтобы доски у меня хорошенько лежали на бетоне. Сейчас, я не знаю, наверное, вам не видно, но они сейчас прям плашно хорошо лежат. Это сигнал к тому, что можно их брать и соединять. Соединяю их винтовертом, потому что никакой шуруповер здесь не справится. А винтоверт позволяет просто буквально там двумя пальцами его держать и скручивать. Даже такие толстые доски. Вот так. И сейчас везде-везде буду идти потихонечку и подтягивать все. Включил свет, потому что уже смеркаются доски. Доски все постягивал. Вот так вот. Раз-два. Раз-два. И стянул. И вот так вот с шагом, наверное, может быть полметра везде все доски попротягивал. Нормально. Нормально получилось. Мне очень даже нравится. Единственное, что края, видите, три доски по высоте одинаковые. С одной стороны и со второй. А вот середка одной, ведь одна по серединке, она немножко выступает. Именно по центру. Вот такой горб. И чтобы здесь потом, когда буду ложить OSB, оно как бы не топорщилось ничего, надо эти доски сравнять. Сравнивать я их буду вот таким вот просто обычным рубанком. Центральную доску снимаю. И будет все ровненько. Во, какая прелесть получается. Три досточки у меня идут сейчас все в одну плоскость. Сейчас, помимо верха, я еще снял немножко, там буквально миллиметр с подошвы. Сейчас доски я наклонил, видите. Там буквально миллиметрик, чтобы прилегание было максимально плотным. Чтобы нагрузка передавалась на столб наиболее эффективно. Настал следующий день. Погодка шепчет. 4 градуса и идет дождь. Но, когда это нас останавливало, надо работать. Прежде чем OSB сейчас будем складывать, я забыл положить эту гидроизоляцию между досками и бетоном. Не то, чтобы это необходимо было, но лишним не будет. Сейчас оранжевую такую штучку положим и все. Буду я уже спокоен за это. И сразу мы измеряем расстояние, чтобы оно от стены было одинаковым. Там у нас 64,5. И здесь то же самое. Отсюда до балки 64,5. Так, мне они не нужны. Первый лист лег. Хочу его сразу зафиксировать. Фиксировать я буду на желтые саморезы. Вот такие вот. Хотя бы пока по 4 штучки. Прям четенько. Гляньте, какие углы 90 градусов. Заглядение. Единственное, что я забываю делать, когда укладываю листы, это отмечать, где у меня идут доски. То есть, одна доска и вторая. Вот эти метки, они необходимы, когда, если я сейчас следующий лист положу, я уже не вижу, куда мне нужно крепить. Поэтому вот это нужно не забывать делать. И потом мне уже не нужно будет примерно прикидывать, где же у меня доска. Я уже точно буду знать, где она у меня проходит. Положил я 4 листа USB. 1, 2, 3, 4. Сейчас нужно будет распускать лист пополам и ложить в кусочек. Какая красота. Чтобы палубка была наиболее жесткой, нужно еще внахлёст уложить второй слой. Девятка и сверху будет девятка. И как раз-таки вот эта половинка нам этот нахлёст и обеспечит. Сейчас я буду сюда кидать целый лист. И вот этот шов у нас перекрывается. И теперь, так же буду к балкам это все прикручивая. И теперь уже тут все. Хоть прыгай, хоть танцуй. Супер-супер крепко. Так как у нас листы длиннее, чем балкон, они у нас выступают. Я буду делать балкон по вот эту вот доску. То есть по вот эту вот часть крыши. Вот с этой стороны и с той. Для того, чтобы нам четко спозиционировать доску и отметить правильный рез, чтобы лишнего не отрезать, мы будем использовать лазерный нивелир. Его мы спозиционируем по крышу. С одной стороны, надеюсь, вам видно, да? Вон она, меточка. И то же самое сейчас мы сделаем с другой стороны. И по эту линию мы сейчас будем устанавливать доску. Теперь эту доску я ставлю. Упираю ее в один край. Упираю ее в другой край. Метка. Вот она у меня теперь есть. И я сейчас эту доску буду вот так вот прикручивать. Поджимаю опалубку вот этой вот доской. До тех пор, пока она не дойдет до точки. Вот таким вот образом. Оп. Все. Четенько. И теперь доску эту фиксирую уже на место. И все. И сейчас ее вот так вот чин-чин-чин-чин-чин. Все поприкручиваю. Теперь у меня появился ровный упор. И можно вот эту доску уже фиксировать к этому упору. Один саморез я уже поставил, чтобы она не падала. И вот так вот я буду сейчас ставить их много. Четенько зафиксировано. Теперь мне надо эту фиксацию сделать еще ровной. Здесь не везде есть 90 градусов. Вот. И сейчас буду закручивать до тех пор, пока доска у меня не встанет ровно. Оп. Все. Четенько. Это и дополнительное усиление будет, и это еще выровняет мне доску. И таких усилений у меня получилось два. Первое и вон там второе. И везде у меня след под 90. Что касается горизонтали, то она у меня тоже в порядке. Потому что я и столб ровно под уровень обрезал, и все у меня тут ровно. Поэтому, смотрите, я беру пузырьковый уровень. И куда я не положу, везде будет у меня абсолютно в уровне вся моя опалубка стоять. Все, видите, ровненько. Куда бы я ее не положил, везде могу по всей длине ее ложить. Здесь у меня уже все готово. По этой доске, по этой опалубке, я буду тянуть провила для того, чтобы добиваться ровного основания. Дальше я буду заниматься тем, что я буду отрезать вот эти вот излишки, которые здесь торчат. Для этого я опять-таки взял, пошел у брата пилу. И сейчас этой пилой, по вот этой направляющей, буду все лишнее отпиливать. И еще, в дополнение к этой жесткости, я еще добавлю сюда брус. Чуть позже его принесу, он у брата лежит. И зафиксирую еще брусом. Следующий этап это армирование. Вернее, подготовка к армированию. Армировать я буду арматурой 20 диаметра. Сетка у меня будет 20 на 20. И также я хочу эту арматуру еще немножко позаводить в стену. И все очень просто. Я вот беру стульчики, прислоняю эту арматуру. Этим маркером я отмечаю, куда у меня приходит арматура. Такая коронка у меня. Это ЭКФ для подразделников. Я ее использую. По-моему, она 72 миллиметра. И смотрите, она чудесно лежа просто на USB. Она чудесно подходит. Соответственно, разметка вот эта мне маркером больше не нужна. Сверлюсь я в несколько этапов. Сейчас я вам буду это показывать. Но вот готовый результат, соответственно. Я делаю сначала одно засверливание, убираю. Потом делаю второе засверливание, убираю. И потом делаю третье засверливание, тоже убираю. В итоге общая глубина вот этого отверстия у меня составляет 150 миллиметров. Расстояние в 150 миллиметров будет предостаточно. Тем более, все это будет довольно часто. На всякий случай, пусть оно будет. Кто-то делает штрабу во всю стену, но я не хочу штрабить. Штрабить горизонтально стену, я считаю, это очень и очень плохой идеей. И пока я делаю вот эти вот все отверстия, у меня здесь подготовлена вот такая вот конструкция. Это гидрогрессионная мастика. Вот такая вот. Она сейчас подмерзшая, поэтому ее нужно нагреть. И греть я ее буду просто обычным феном. Снизу вот такую вот насадочку одел. Надеюсь, вам видно. И сейчас оно буквально, наверное, минут 20-30. Пока я делать это все буду, она у меня нагреется. Мастика уже нагрелась. И полностью вот такая вот жиденькая, то что нужно. Использую вот такую 40 миллиметровую круглую кисточку. И вот так вот тонким слоем каждое отверстие сейчас буду проходиться. Толстым слоем делать не буду. А вот тоненьким, я думаю, это будет очень-очень полезно. Еще я дополнительно туда феном прогреваю, чтобы все это становилось еще более жидким. Истекало лучше. И излишки лучше убирались. Видите, какая красотища получается. Вот одна, вторая, третья. Также я еще мажу стенку. Чуть-чуть, но мажу. Чуть позже вы поймете, зачем я это делаю. Наступает очередной день. Сегодня выходной. Сегодня я могу поработать подольше. Но опять идет дождь. Это меня не радует. Но радует лишь только то, что я нахожусь под навесом. И он меня частично от дождя спасает. На чем мы остановились? Сделали мы отверстие. Все загидроизолировали. Все чудесно, все хорошо. Сейчас я взял баллончик с пеной и начал запенивать лишние отверстия. Здесь у меня отверстие под балку. И оно идет до армопояса. Чтобы туда не заливать бетон, чтобы балку там не монолитить, я вот эти балочные отверстия запенил. И теперь, пока пена подсыхает, я займусь следующим важным делом. Помимо вот этих отверстий, которые мы с вами делали, бетон также будет опираться и на проем под дверью. Но я не хочу, чтобы бетон контактировал как-то с дверью. И чтобы вот этот узел хоть чуть-чуть и отгородить, и утеплить, я буду использовать кусочки ЭППС. ЭППС я хотел сделать 20-ку, но у меня нет 20-ки, будет 30-ка. Это все будет выглядеть примерно вот так вот, как уровень сейчас лежит. Сейчас я запеню здесь и прислоню ЭППС, приклею вот таким вот образом. И потом, когда бетон будет заливаться, он будет заливаться и упираться непосредственно в ЭППС. Это, я думаю, более правильное и грамотное решение. Этот узел и будет защищен от воды, и он будет более теплым. И теперь, чтобы это все здесь держалось необыкак, это надо поджать. И я буду поджимать, используя вот такие вот куски старых профильных труб. Теперь осталась череда положить пленку. Пленки есть у меня два вида. Это серая некрасивая на 100 микрон, ну в два слоя будет 200 микрон. Либо красивая, оранжевая, но подороже. Ну, естественно, в такой непогожий день в серый, я хочу, чтобы что-то меня хоть радовало, поднимало настроение. Я буду использовать такую красивую, но пленка такая не очень дешевая. Сейчас я ее буду раскатывать по всей вот так вот длине, примерно вот так располагать. И потом подрежу пену и буду пленку крепить уже к стене. Теперь смотрите, для чего я мазал стены гидроизоляцией. Все очень просто. Сейчас пленка у меня лежит так, как она и должна лежать. То есть она выровнена и абсолютно в том положении, в котором он будет находиться. Теперь я беру строительный фен, включаю его и буду прогревать и приклеивать эту пленку сюда. Так, делаем уголочек и приклеиваем к стене. Первое ощущение от работы – это быстро, это просто, это надежнее, чем делать просто степлером. Я бы мог сюда просто степлером так понастреливать, но площадь соперикосновения, площадь контакта здесь существенно-существенно выше. А степлером я здесь лишь в нескольких местах вверху прибью, потому что приемка длинная, чтобы она здесь вот так вот не висела и не мешала в дальнейшем. Теперь наступает череда тех отверстий, которые мы закрыли пленкой. Их нужно открывать. Чтобы их не вырезать ножом, я решил взять также фен и делать эту процедуру феном. Вот так вот я ее нагреваю, жду, пока она расслабится по краям. Потом просто беру ее и пальцами также приклеиваю к бокам. Видите, быстро и аккуратно все получается. Сейчас буду резать арматуру, и чтобы машину тут никак не испортить, надо ее убрать. Попросил супругу это сделать. А я приготовил вот такую вот штуку. Сейчас буду арматурку на нее класть, выдвигать и резать. Резать я буду сначала короткие куски, а потом уже буду резать длинные. Но чтобы не прожигать клеенку, я притащил пару кусков USB и соорудил вот такую конструкцию. Все, теперь можно брать и спокойно нарезать размер арматуру. А сейчас еще подумал, резать много, поэтому, блин, что-то надо облегчать. Я думаю, надо сделать шаблон. Взял доску сейчас, такую дюймовку, и смотрите, что я хочу. Эту доску я возьму, прикручу на край просто обычную железочку, чтобы в нее упиралась арматура. Вот так вот. А тот край я сейчас зафиксирую тоже жестко, тоже на один саморез. Поставил еще сюда два самореза, чтобы здесь арматура не елозила. И вначале тоже два самореза, чтобы то же самое. Двухметровый арматурин мне необходимо 28 штук. Пилить я это буду вот такой аккумуляторной болгаркой. Здесь 4 ампер часа аккумулятор установлен. Давайте проверим, хватит ли его на 28 резов 12 арматуры. Плюс надо учесть, что круг не совсем новый и не совсем хороший. Короткую арматуру попилил. И давайте посмотрим, что у нас с болгаркой. Здесь у нас показания. Две пипки у нас еще горит из трех. То есть, и сколько у нас было резов. Смотрите, на одной арматуре у нас было по два реза. Арматур у нас с одного хлыста получается по три. То есть, раз, два, три, четыре. Получается 18 резов 12 арматуры. Отняло у болгарки всего лишь только одну пипку. Теперь все, что напилил, нужно уложить. Укладывать я ее буду вот на такие вот стульчики. Я уже их показывал. Они трехсантиметровые. И, наверное, сейчас буду по три штучки делать. Сделаю вот здесь вот неподалеку от отверстия, посредине и где-нибудь ближе к краю. Начал уже укладывать арматуру, но понял в какой-то момент, что я обсчитался. Смотрите, там-то у нас углубление по 150 миллиметров, а эта ступенька меньше. Поэтому, если здесь оставить там, ну, сантиметр два зазор на арматуру, то здесь упирается она. И мне нужно будет спиливать сантиметров, наверное, по пять. Соответственно, вот эту всю арматуру мне нужно сделать короче. И как раз-таки давайте еще, пока там есть заряд у болгарки, и еще сделаем один рез. Здесь еще дополнительно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И сколько у нас осталось? Одна пипка. Итого, на всю арматуру поперечную, вот эту вот короткую, у нас ушло две пипки зарядки. Клееночку загнул, вот так вот ее степлером зафиксировал. И теперь можно спокойно продолжать укладывать арматуру. Гляньте, какая красотища у нас получается. Сейчас я арматуру положу, а потом пробегусь и поставлю под нее везде стульчики. Короткая арматура вся лежит, теперь нужно ложить длинную. Длинную я уже померил и вот на ведрышке записал. Мне нужно шесть штучек 5,40 и три штучки 5,70. Связывать я ее буду на вязальную проволоку. Единственное, что толщина вязальной проволоки 1,6. 1,2 миллиметра не было. Она вот такая довольно толстая и будет ее проблематично довольно крутить. Но ничего, для того, чтобы, как правило, она продается вот в таких мотках. Я не помню, здесь, по-моему, 2 килограмма ее. И чтобы ее подготовить, тут вот усики. Кто-то берет, знаете, берет и каждый усик откусывает, потом вяжет, откусывает, вяжет. Это неправильно. Я сделал таких вот три отметки равных, чтобы они примерно, эти кусочки были равные. И сейчас болгаркой просто их отпилю. И у меня будут уже готовые заготовки. Арматуру кинул, и кинул пока только три. Все не стало, чтобы об нее не спотыкаться. И начинаю вязать. Вязать я буду самодельным крючком, потому что заводской найти не смог. Вяжется арматура просто супер, просто, супер быстро и элементарно. Вот эти наши заготовки, они загибаются пополам. Этот хвостик продевается и сгибается пополам. Крючком подхватывает этот хвостик. И пошел. Раз, два, три. Раз. И вот до упора. Эти, чтобы не торчали, можно их вниз загибать. Центральный я повязал. Выглядит это вот следующим образом. Теперь настала череда длинных. Длинные, смотрите, как я делаю. Сначала я вставляю один край в дальнюю. Потом беру и сгибаю ее вот такой вот дугой. И попадаю второй край. Вот таким вот образом. Все. И она заняла свое место с этой стороны и с той. Теперь ее нужно будет выровнять и прикрутить. Арматура вся лежит. Осталось ее частично только повязать. Но тайминг видео уже перевалилось до 20 минут. А это значит, что будет у видео вторая часть. Я надеюсь, она будет такая же насыщенная, интересная, как и эта в ней. Я буду ставить маяк или маяки. Есть у меня одна идея, которую я нигде не видел. Хочу ее попробовать, получится ли нет, не знаю. Также будем заливать бетон, разбирать опалубку. Ну и вообще смотреть, получилось у меня что-то или нет. Все, друзья. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что поставили лайки. Поделились эти видео с друзьями. До новых встреч. Всем пока.